Добровольно. Именно в казачество вы изначально попали? Да. Ясно. Сами родом откуда? С Луганска. В Луганске? Нет, родом с Кавказа. С Кавказом? В Луганске уже 30 лет живу. А сколько в ополчении уже находитесь? Год. Год уже здесь? Да. А что вас подвигло вообще вступить в ополчение? У меня первое, Майдан, когда сын горел на Майдане. Второе, это Одесса. Третье, это Дурдур. То есть, как бы, та власть, которая находится в Киеве, против нее надо бороться. Вудыбер. Понятно. Вы участвовали в каких-то боевых действиях? Здесь, на Донбассе, да? А где конкретно? Ну, не будем распространяться. Ясно. Как вы считаете, можно ли мирным путем закончить этого? С ними нет. А почему так? А вы сами верите. Какое-то вот войско, какое-то само. Ничто не выполняет, ни что делает. Ничто, никакие обещания, никакие... Это ничего, 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 ничего не происходит. То есть, по сути, верить украинской власти нельзя? Нет, 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 еще раз нет. Гнать, гнать, и гнать. Докуда хотя бы гнать? До Киева и до самого Берлина. Территория Новороссии, как по вашему мнению, должна где заканчиваться? За Киевом. То есть, по Днепру, можно считать, да? Да. Видели ли вы присутствие регулярной российской армии здесь, в Новороссии? Как вам ваше мнение? Почему именно украинские СМИ говорят о том, что она здесь есть? Они не могут даже против шахтеров воевать. То есть, по большому счету... Надо себя просто возвысить, и все. Это как на Овертона, да? Они на фоне этого пытаются выехать. Ну, конечно. То есть, по сути, сейчас здесь, в Слайносерске, украинской армии противостоят шахтеры, да? Шахтеры-строители, я строитель. Видели вы, может быть, видели здесь с их стороны присутствие иностранной техники? Видели. Были такие... Да, были такие. А какая конкретно? БТР. Был БТР? Да. А какого? Польский. Польский БТР, да? Ага, ведь тоже хорошо. А самое присутствие каких-нибудь спецслужб или иностранных войск? Были поляки. Поляки, да? Да. Ну, а как вообще, вот, по вашему мнению, зачем украинская армия уничтожит именно инфраструктуру наших городов? Люди, люди, чтобы покинули. Запугать и выгнать людей? Конечно. Нужен ли вообще Украине Донбасс? Донбасс? Вообще Украине? Да она без Донбасса как помрет сразу. И нет вообще такой страны уже Украины. Все. Она, как по вашему мнению, когда Украина перестала существовать как страна? Когда? Когда подняли на спецназ оружие. Тогда она перестала существовать. В Киеве на Майдане? Да. Жень? Жень. Когда закончится перемирие, если украинская армия пойдет наступление... Оно начиналось. Вы, я вам говорю, оно начиналось. На вашем участке получается перемирие? Нет, его никогда не было. Никогда. Ну, а если... Ни в первые, к Минской, да, говорю, ни во вторые, никакие. Не соблюдается, да? Нет. То есть, в принципе, Украина специально провоцирует нас на конфликт, да? Ей это выгодно. Если сейчас начнется наступление на вот этом направлении, готовы ли удерживать позиции? Конечно. И защищать народ? Мы тут, это наша земля, если нет, мы тут ляжем. Мы их не пропустим. Они на нашу землю пришли. Ясно. Если получится так, что мы, все силы Новороссии сплотятся в единый кулак и погонят украинских военных в Киев и дальше, готовы стоять в их рядах? Обязательно. Что можете сказать тем людям, которые вот с трусостью покидают наши земли и уезжают? Ну, что я могу сказать? Каждая своя. Голова на плечах, да? Перевелись, мой ответ. Планируете отмечать 9 мая? Обязательно. Я каждый год отмечу.